Keeping your head down – это не выделяться. Есть похожая идиома – keep low profile – держи низкий профиль. Keep me posted – держи меня в курте. Очень ходовое выражение. Key – ключ. Key success factor – главное условие успеха. Ну, наверное, вы знаете KeyPI – Key Performance Indicators. Главные ключевые идентификаторы. Kick-off – start. Это как в американском футболе в начале с ноги выбивают мяч. Это начало игры. Killer – особенность нашего продукта, которая убьет конкурентов. Классное выражение – crash the competition. Насловно переехать, буквально конкурента. Knowledge Base – информационная архитектура компании. Например, вся информация, доступная через интернет, построить такую штуку требует больших усилий. А вот использовать весь ее потенциал мало кому удавалось. Потому что люди ленивы, а использование этих материалов – дело добровольное. Ну вот, KPI – Key Performance Indicators. Ключевые указатели прогресса в работе на уровне индивидуума или организации. Насколько они действительно указывают, зависит от того, кто их разработал и кто их посчитал. Last but not least – последний по счету, но не последний по важности. Обычно это выражение используют, когда подход к последнему пункту повестки дня для связки слов. Lay-off – массовое увольнение. Кстати, повестка дня по английски – agenda. Lessons learned – выводы сделаны. Leverage – рычаг. Ну, также варианты, типа, ну, чем манипулировать. То есть у меня есть компромат на тебя – blackmail. И вот leverage я тебе могу прижать. Есть интересное слово, называется greenmail. То есть есть, ну, уголовный компромат, понятно, это плохо, это криминальная активность. Но greenmail нигде его нет. Что же это? Ну, то есть приходят к маленькому бизнесмену, говорят, мы у тебя хотим большой заказ. Он берет огромный кредит, а ему в конце говорят, а вот мы не будем делать этот заказ, либо ты там, ну, технические требования не соответствуешь. Ну, и результат. Он должен фактически за бесценок продавать свою компанию. Я видела, как один мужик 20 раз провернул эту тему. То есть обещать заказ, отменить заказ и скупить чужой бизнес, прикиньте. Logistics – это снабжение. Long term – долгосрочный, short term – краткосрочный. Forecast – это прогноз. Low hanging fruit – близко лежащая, легкодостижимая цель. Фрукт, который низко висит. Management consultants – это платные внешние консультанты. Beach – корпоративная Америка. Ну, я бы так не сказала, что это уж так уж плохо, потому что, ну, McKinsey, Boston Consulting Group – это авторитетные компании. Они реально стоят своих денег. Их нанимают, чтобы произвести болезненную реорганизацию, чтобы можно было в корпоративной жизни. Учитывая, что консультанты руководствуются общими соображениями и редко имеют возможность изучить консультируемую компанию, они манипулируемы и ориентируются на то, что были довольны, кто дает их рекомендации по найму. Уволенные сотрудники к этой категории не относятся. Есть такое выражение об этих консультантах, что вот он обошел 20 компаний, допустим, IT. Он заметил, в одной хорошо безопасность сделана, в другой там корпоративная культура, в третьей. И, то есть, он нашел лучшие компании, а потом критикует другие компании, мол, они не похожи на лучшие. И еще интересность в том, что их никто не может проконтролировать. Вот я могу сказать, что английский язык – это как черная магия. Это запретное искусство. Мало кто знает, и еще меньше кто может научиться. Мне однажды клиент рассказывал, что в его 2-миллионном городе только 4 репетитора могут научить свободному английскому. Подумайте об этом. А марджин – это прибыль. Ну, я бы не сказала, что уж так прямо прибыль. Это скорее разница между покупочной и продажной ценой. А маркет пенетрейшн – это выход на рынок. Это так называемый агрессивный термин. То есть, пенетрейшн – ну, давайте вы вбьете в гугл такое слово, как дабл пенетрейшн. Ну, что, английский надо знать и так, и так. А метрикс – это как прогресс, то есть, аналитика по сайту, там, Яндекс метрика, гугл, ютюб, ну, вы видели. А майлстоун – это важная промежуточная цель, достижение которой показывает существенное продвижение к конечной цели. Если дальше нет большого ухава, нет очевидного при линейной экстраполяции. Я хочу сказать, что майлстоун – это рубеж. Какие рубежи у моих учеников? Ну, первое – это надо выучить 3000 базовых английских слов. Это книга Павла Литвинов. Там они указаны в транквиции. А второй рубеж – это надо проштудировать книгу Мэрфи. А третий рубеж – надо заняться бизнес-английским, ну, маркет-лидер. И особо сильно рекомендую книгу «Бизнес-курс богатский». Ну, в принципе, там. Если репетитор за 10 уроков не дал результата или, ну, не чувствуешь драйва, то есть у него нету курса, фокуса, он не может сам посоветовать, то меняйте его. Я знаю историю. Один ученик, он поменял 17 преподов, это я об математике говорю, но все-таки нашел толкового. То есть почаще меняйте репетиторов, если он, ну, не товарный, низкая квалификация, меняйте. Найдите нормального. Ну, не обязательно, что лично так-то и меня, но ищите лучшего. Майнсет – это отношение, настроение, ориентация, все то, что составляет умственную предрасположенность сотрудника к решению поставленной задачи. Подразумевает, что начальник имеет об этом понятие, может повлиять, ну, иногда. Я придумала идиому, она звучит так. Right mindset determines the winner. То есть правильный образ мышления определяет победителя уже до ставка. Mission statement – манифест компании, краткое рекламное заявление, ее принципов и типа. Мы типа самые-самые в лепешку расшибемся ради ваших клиентов и вашего примера. Southwest Airlines – юго-западные авиалинии. The mission of Southwest Airlines is dedication to the highest quality of customer service, delivered with a sense of warmth, friendliness, individual pride and company spirit. Задача юго-западных авиалиний – это посвящение высокого качества клиентского обслуживания, доставленное с теплом, дружелюбием, индивидуальной гордостью и духом компании. Но это на фокус-группах прогоняли такое крутое название. Вообще, это пошло с японских компаний, может, слышали Коносуки Мацуси. У него была такая достаточно непонятная идеология. То есть мы компания не с целью срубить деньги, мы компания не с целью удовлетворить мое эго как бизнесмена, потому что многие бизнесмены – они эго-маньяки, то есть они такие зацикленные нарциссы, что ты находишься на четвертом этаже, а он стоит на первом, и ты уже чувствуешь, вот этот понт и гонор с него аж прет. Adobe revolutionize how the world engage with ideas and information. Adobe revolutionize, ну, революционно изменяет, как мир вступает в контакт с идеями и информациями. Ага, о, вспомнила. Гин, ну, то есть миссия американской полиции – to serve and protect, служить и защищать. А там есть такое дополнение. What a lie, ну какая же это ложь. And get incorporated – to serve patients, обслуживать пациенту. Кстати, patient по-английски терпливый, то есть пациент должен быть терпливым. Movers and shakers – наиболее важные люди в компании, те, кто двигают дело. На самом деле, обычно те, кто ближе к начальству, его начальственному уху. Multitask – делать несколько работ. Корпоративное жонглирование – говорить по телефону, натюхивать электронное письмо, пинать кота дома. Это важное свойство. Обязательно нужно создавать впечатление, что вы так умеете. Не согласна. Есть книга «Вред мультитаскинга», там страниц на 80. Короче, те люди, которые переключаются с одного на другое дело, есть такие, что там по 3-5 делки подделывают сразу. Они нифига не делают. Если ты, допустим, работаешь программистом, то тебе надо минимум 20 минут, чтобы настроиться мозгами, что-то делать. А потом тебя избили, и тебе надо заново думать. Я очень сильно не люблю в офисе такой звук, называется… Звук вражеской клавиатуры. У меня просто drives me not, он меня до чертиков доводит. Короче говоря, 1 час, когда вас не прерывают, это стоит 3 часа, когда вас дергают и прерывают. То есть я люблю послушать музыку, когда мне надо делать документацию, писать профайлы, это paperwork, то нормально послушать аудиокнигу или музыку. То есть рутинная домашняя работа под музыку – это нормально. Но если вы там пишете годовой отчет, то for Christ's sake, ради самого Святого Креста, пожалуйста, работайте одно задание и даже без музыки. Я серьезно говорю, работать без музыки при… Я даже это называю так, альфа-работа надо делать в идеальных условиях. То есть тишина, комфорт и чтобы никто не дергал. В западных компаниях есть, короче, такое я видела интересное. Представьте, офис поделен на 3 части. Называется, ну, тихая зона, вот там сказано, никаких мобильников, никаких разговоров. То есть идеальная тишина. Потом вторая, ну, там, где продажники сидят, там, громко. А третья вот меня прибила. Компания посчитала, что, ну, если у сотрудников ноутбуки, то они могут каждый день сидеть в новом месте, в новом кабинете, с новым коллегой. Там вот, представляете, такой сад, ну, как будто полуяпонский. Ну, не совсем, но вы поняли, в половину эффектно. И люди, ну, сидят на ноутбуках, как бы, ну, вдохновляет сад. Ну, и это классно. Почему? Потому что сотрудникам нравится здоровый психологический климат. Вот говорят о дауншифтинг. Я знаю историю, женщина была руководителем туристического агентства, но ее там жизнь, ну, просто переехала, задолбала. То есть дело не в зарплате, а дело именно, ну, в нечеловеческом прессинге. И она поехала в культовое место, она стала фрилансером по ГОА. А здесь я вам рассказываю о бизнес-английском. Ну, я хочу, чтобы вы поняли, что в жизни надо выбрать то дело, которое и нравится, и, ну, приносит деньги. То есть вот выбор о мне. Больше всего на свете я люблю историю. Это моя самая любимая наука. Но когда у меня был выбор учить историю или английский, то я подумала так, ну, английский. Английский-то уж круче, полезно, престижно, денежнее. А потом так призадумалась, что историей можно и так факультативно заняться, можно там почитать историческую книгу, посмотреть фильм. То есть и следующий аспект. Если у меня в 17 лет хотели пристроить по блату на математический факультет, а у меня вообще нету способностей к математике, то, ну, это было бы тупо. Я хочу наиболее полезную вещь. Выберите такую работу, чтобы она вам была по духу, потому что зарплата, она раз в месяц, а работа, ну, рутина, она вас просто переедет. То есть мне иногда сложновато, как репетитору, находить контакт с учениками, ну, я стараюсь, я с кожи вон лезу. Но бухгалтерам я ни за что носить не буду. Я человек живой, темпераментный, поэтому я люблю людей. Добро пожаловать на мои уроки.